В городе Артёмовске в своём доме в прошлую субботу были убиты 4 человека. Погибших обнаружила мать 39-летнего главы семьи. Помимо него убитыми оказались его жена и двое детей 17 и 9 лет. Со слов соседей, семья была спокойной, а возможной причиной трагедии называют финансовые проблемы главы семьи. Дело у него это не шло, что он занимался бизнесом, я не знаю. Пытался что-то делать. И в последнее время тихий-тихий какой-то был, ну весь в себе абсолютно. Ну как так, чтобы всю семью я вообще не представляю. Просто в голове не укладывается. Известно, что предприниматель занимался продажей пиломатериалов. Жители городка рассказывают, по слухам он задолжал кредиторам полтора миллиона рублей. И к нему часто ходили коллекторы. Мужчина неоднократно говорил о самоубийстве. В субботу же, по предварительной версии следователей, он застрелил всю свою семью, в том числе беременную жену. После чего покончил с собой. Может быть какие-то долги, может быть они и были. У нас же так получается, что мы больше внимания уделяем на неблагополучные семьи. А вот такие вот средние семьи, да, довольно-таки крепкие, ну какие-то самодостаточные, ну они как-то уходят из нашего поля. А ведь у каждой семьи есть свои проблемы. Естественно, может быть и здесь. Ну не смогли, может быть, где-то вовремя выйти вот из этой создавшейся ситуации. Ну вот, вот результат. Как рассказали в Краевом следственном комитете, мужчина забаррикадировал дверь изнутри. Бабушке, пришедшей проведать своих внуков, пришлось приложить усилия, чтобы проникнуть в дом. Рядом лежало охотничье ружье 16-го калибра. Как сейчас выяснили следователи, охотничье ружье было не зарегистрировано. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, опрошены родственники. Также назначена баллистическая экспертиза и судебно-медицинское исследование тел погибших. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали, произошедшие в Артёмовске трагедии. Сергей Сеславин, Артём Ахальников, Станислав Беркий. Новости.